Если разговор заходит об аминокислотах, то центральной персоной в списке будет глютамин. Это биологическое вещество является самой главной аминокислотой, которая участвует в анаболических процессах и является основным строительным веществом не только клеток мышц, но и других тканей организма. Сильнейшее влияние глютамин оказывает на иммунную систему человека. В этом видео мы расскажем о том, что произойдет с вашим телом, если принимать глютамин каждый день. А также выясним, почему именно эта аминокислота незаменима для спортсменов и какое влияние оказывает на иммунную систему и похудение. Так что досматривайте до конца, будет познавательно. Глютамин – одна из аминокислот, которые входят в молекулу белка. Конечно, в спорте важнейшим воздействием на организм будут являться ее анаболические свойства, но кроме создания новых клеток, глутамин еще способствует улучшению умственных процессов, является мощным антикатаболическим агентом, способствует регенерации тканей, влияет на улучшение процесса пищеварения, снижает эффекты стрессовых факторов, увеличивается синтез гормона роста, участвует в детоксикационном процессе как вспомогательный синергист других веществ, снижает негативное влияние аммиака и способствует его выведению, убирает эффект перетренированности, снижает накопление жировых клеток как под кожей, так и в печени. Источники глютамина. Большое количество глютамина мы можем найти в продуктах с высоким содержанием белков, больше всего его находится в мясе и продуктах животного происхождения. Также находится в диетических продуктах и сыворотке, из которой изготавливается сывороточный протеин и казеин. Говяжье, куриное и мясо ягненка являются самыми обогащенными источниками глютамина. Дальше идут морские рыбы, из них основным является лосось. Продукты, обогащенные глютамином, это также молоко, молочные продукты и яйца. Также он находится в орехах, капусте или фасоли. Обычно человек способен вырабатывать достаточное количество глютамина для своих потребностей. По необходимости можно добавить нужное количество глютамина с едой. Бывают разные ситуации, когда его добавление незаменимо по состоянию здоровья. Недостаток глютамина грозит больше всего вегетарианцам, веганам, людям с низким потреблением белковых продуктов, а также во время тренировок на выносливость и тех, кто занимается высокоинтенсивными тренировками. Упомянутые группы людей должны увеличить прием глютамина. Для чего нужен глютамин спортсменам? В спорте эта аминокислота играет важную анаболическую роль, а также является энергетиком и препятствует катаболизму. Эта аминокислота будет актуальной добавкой к рациону питания спортсменов любых видов спорта. Бодибилдеры и тяжелоатлеты используют глютаминовую кислоту на всех стадиях подготовки к соревнованиям. Принимают добавку или в соло, или в комплексе с другим спортивным питанием. Глютамин является мощным анаболическим средством, так как непосредственно принимает участие в синтезе гормона роста, а также протеина в мышечной ткани. Антикатаболический эффект обусловлен препятствием разрушения белковых структур. После интенсивной тренировки мышцы восстанавливаются быстрее. Еще одним мощным действием глютамина является блокировка действия кортизола в клетках мышц, который связан с распадом протеина. Аминокислота способствует синтезу гликогена в мышцах и тем самым обеспечивает энергией спортсмена на протяжении тренировочного процесса и после тренировки. Как принимать глютамин в бодибилдинге? Так как глютамин совершенно безвреден, его количество может широко варьироваться. Рекомендуемая доза глютамина, которую нужно употреблять до и после тренировки, составляет 15 грамм. Этого количества хватит, чтобы снизить эффекты стресса и создать мощный анаболический эффект. Такая дозировка позволяет сберечь необходимое количество гликогена. Исследования подтвердили, что добавление глютамина может увеличить уровень гормона роста. Выводы исследований показали, что оральный прием 2 грамм глютамина увеличивает уровень этой аминокислоты в плазме после 30-60 минут после употребления. Причем после 90 минут этот уровень возвращается к норме. После 90 минут возрастает концентрация гидрокарбонат натрия и гормона роста в крови. Это исследование подтверждает, что удивительно маленькая порция глютамина может увеличить щелочные резервы и гормон роста. Глютамин и его эффект на функции кишечника. Влияние глютамина на поддержку иммунитета можно также непосредственно увидеть через его позитивное влияние на правильную функцию кишечника. Как вы знаете, долгая и интенсивная тренировка связана с так называемым синдромом дырявого кишечника. Речь идет о проблемах пищеварительного тракта, которые способствуют увеличению пропускной способности кишечника. Исследование подтвердило, что употребление глютамина эффективно снижает кишечные повреждения из-за тренировок. Это выразительно поддерживает и способствует общему иммунитету организма. Исходя из этих свойств глютамина, мы можем сказать, что он является важным элементом для спортсменов, которые занимаются интенсивными тренировками или тренировками на выносливость. Глютамин может помочь им улучшить здоровье, благодаря чему у них больше не будет необходимости ограничивать свои тренировки из-за болезней или других проблем со здоровьем. Влияние L-глютамина на похудение. Глютамин способен снижать накопление жировых клеток в организме, а также обеспечивать энергией спортсмена всю тренировку, за счет чего производительность увеличивается и соответственно повышается эффективность тренировки. Таким образом, у человека появляется больше сил на то, чтобы сжигать калории. Глютамин можно объединить с креатином и L-аргинином, чтобы получить мощный анаболический эффект. При ежедневной порции глютаминов до 40 грамм не были доказаны никакие побочные эффекты. Наоборот, глютамин необходим для употребления беременным и кормящим женщинам, людям с нарушениями печени или циррозом, пациентам с ментальными расстройствами или судорогами. Длительный прием глютамина в больших количествах недостаточно изучен. Итак, глютамин – это аминокислота, которая находится в организме в больших количествах. Однако спортсмены из-за высочайших потерь аминокислоты нуждаются в постоянной дополнительной подпитке. Именно поэтому глутаминовая кислота является чуть ли не базовым ингредиентом различных спортивных добавок. При оптимальном количестве аминокислоты спортсмен получает энергию, укрепляет иммунитет и формирует мощную мускулатуру. Главное при приеме спортивного питания не превышать дозу глютамина и анализировать количество этой аминокислоты, получаемой из других добавок и пищи. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали о том, что произойдет с вашим телом, если принимать БЦА каждый день. Ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!